лайфхак да который можете использовать для себя возьмите за правило вы можете всегда в любое время покупать акции российских экспортеров почему потому что у нас к сожалению до основная доходная часть бюджета российского она формируется за счет нефтегазовых доходов за счет того что нефтяные компании платят налоги ндпи базой для расчета налогов является рублевая прибыль которую зарабатывают нефтегазовые компании российские и в этом случае получается что чем более высокий доллар когда цены на сырьевые товары начинают падать мы все заметили цены на них начинают падать рубль начинает девальвироваться почему такое происходит потому что для наполняемости бюджета чтобы он был бездефицитным цена нефти российской юрлс должна находиться в районе тридцать трех с половиной тысяч рублей то есть если у нас баррель нефти марки юрлс будет длительное время более трех месяцев находиться в диапазоне 30 долларов за баррель то сколько у нас будет рубль то есть нам надо чтобы бочка нефти в рублях стоила 3000 рублей баррель нефти стоит 30 долларов мы 3000 рублей делим на 30 получаем что курс доллара должен быть 100 рублей если у нас нефть вырастает до 60 рублей за бочку то в этом случае мы 3000 рублей делим на 60 и получаем что курс будет 50 понятно ну то есть как определить справедливый курс как спрогнозировать курс рубля смотрите сколько стоит юрлс но опять-таки не в моменте а более или менее продолжительное время то есть если мы понимаем что средняя цена юрлса в россии находилась там в районе тридцати пяти долларов по итогам 2020 года то средняя цена доллара должна быть в районе 80 70 70 72 80 вот так вот такого диапазона вот вам ребята лайфхак который вы можете использовать да то есть и почему я говорю про сырьевые компании потому что государство будет девальвировать рубль девальвация рубля приведет к тому что у компании будет более высокая рублевая выручка более высокая рублевая выручка будет приводить к тому что будут платиться достаточно комфортные налоги экспортерами в российский бюджет но налоги платятся с прибыли кто является акционером собственником этих сырьевых компаний у них и дивидендная доходность в рублях будет расти и вот этот вам пример за пять лет внизу вы видите что происходило с долларом за пять лет доллар вырос а сырьевые компании все сырьевые компании выросли больше доллара на десятилетнем промежутке времени проигрывают только нлмк и распадская но зато посмотрите что произошло с тем же самым новотеком что произошло с гмк норильским никелем ну и нужно понимать одну простую вещь акции компании экспортеров обыгрывают доллар раз и два еще выплачиваются дивиденды которые вы можете реинвестировать и поэтому получается что это является хорошей историей для того чтобы сформировать собственный капитал